Служение Дерека Принца. Как встречать последние дни без страха. Часть вторая. Далее, в следующих нескольких главах, точнее, во второй и третий, мы читаем послания к семи церквям. В них можно выделить несколько главных частей. Во-первых, мы читаем о том, что важно благодарить Господа за все хорошее. Проявлять терпение, когда все идет не очень хорошо. Помнить о суде, который последует. И помнить о том, что обещание дано только определенному виду людей. Кому? Тем, кто претерпит до конца. В Новом Завете нет обещаний для тех, кто не претерпит. Павел в послании к римлянам пишет, «Не будь побежден злом, но побеждай зло добром». У нас есть только два выбора. У каждого из нас, в том числе и у меня, побеждать или быть побежденными. Единственная вещь, которая может одолеть зло, — это добро. В самом конце книги Откровения, в 21-й главе 7-м стихе, сам Бог говорит, «Побеждающий нас следует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном». Нет никаких обещаний в Новом Завете и во всей Библии для тех людей, которые не покаются. Теперь, после такого краткого обзора Семи Церквей, я хотел бы перейти к 4-й главе. Сегодня утром мы вместе с Руфи прочитали 4-ю главу, как мы обычно делаем, и я был настолько поражен славой этого отрывка, что заплакал. Я не мог читать. Я столкнулся с одной проблемой. Дело в очках, которые я ношу очень неохотно. Когда проливаешь слезы, все они капают на стекла. Мне пришлось попросить Руфь вытереть их для меня, но сейчас со мной все в порядке. 4-я глава очень важная. Так что не проходите мимо 4-й главы, или у вас сформируется неправильное представление. В ней описывается престол всей Вселенной. Давайте посмотрим на первые стихи. «После сего я взглянул, и вот, дверь открыта на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал, «Взойди сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего». И тотчас я был в духе, и вот престол стоял на небе. Итак, первая вещь, которую Иоанн увидел, — это престол. Опять же, он не мог разглядеть сразу того, кто сидел на престоле. Вся эта глава посвящена престолу. Знаете ли вы, сколько раз в этой главе встречается слово «престол»? Вы, наверное, удивитесь, узнав, что в главе из всего 11 стихов это слово встречается 14 раз. Да? Представляете? Тема всей главы — это этот престол, на котором выседает тот, кто правит всей вселенной. Все, что есть во вселенной, подвластно ему. Эта глава демонстрирует нам четыре аспекта Божьего характера. Во-первых, Бог святой. Это самое важное из всех откровений о Боге, которые даны нам в Писании. Слово «свят» используется здесь три раза подряд по отношению к имени Господа, так же, как и в книге Исаии. Такое встречается во всей Библии всего два раза. Здесь мы читаем «Свят, свят, свят Господь, Бог Вседержитель». Мне кажется, что нам не хватает понимания того, что такое святость. Это касается большинства христианских церквей на Западе. Второе откровение о Боге, Он всемогущий, и в-третьих, Он вечный. Как сказано, Он был, есть и грядет. И, наконец, четвертое откровение, Он — Создатель. Он создал все. Дом в тишине. Остановитесь на время и поразмышляйте об этих четырех сторонах сущности Бога. Он — Святой, Всемогущий, Вечный и Создатель. Когда у вас будет ясное понимание того, какой наш Господь, все проблемы на земле будут выглядеть по-другому. Но без этого понимания я хочу предупредить вас, что большинство из вас столкнется с разными ситуациями, давлением и опасностями, к которым вы будете не готовы. Сейчас мы переходим к пятой главе, где встречаем свиток или книгу Откровения. Она была запечатана семью печатями. В те дни не было напечатанных книг, но были свитки или рукописи на пергаменте, которые потом сворачивался в рулон. Каждая книга выглядела как свиток. Эта книга начинается с того, что сильный ангел провозглашает громким голосом, кто достойен раскрыть сию книгу и снять печать ее. Никто не был признан достойным на всех небесах. Я вместе с Иоанном плачу об этом, о том, что никого не нашлось достойного, чтобы раскрыть эту книгу. Я верю, что этот свиток — это Божий план по окончанию сего века. Один из старцев сказал Иоанну, «Не плачь! Вот лев от колена Иудина победил!» Хочу уточнить, что когда Иисус при рождении стал Иудеем, это было не только на 33 года его земной жизни, но на всю вечность. Да, он лев из колена Иудина. Иуда — это имя, из которого получается название народа иудеев. Я часто думаю, что на небе антисемитам будет очень неудобно. «Подумайте о Новом Иерусалиме». Там будет 12 оснований и 12 дверей, и каждая из них названа по-иудейски. Далее имя, которое превыше всех имен, и это Иисус. Поэтому, если вы настроены против еврейского народа, разве сможете вы чувствовать себя как дома в Новом Иерусалиме? Итак, Иоанну было сказано, «Лев от колена Иудина победил». Иоанн оглянулся вокруг, ожидая увидеть этого сильного воинственного льва. И кого же он увидел? Ягненка, как бы заклонного. Я не могу пройти мимо этого откровения. Сила Божия не в физической силе и не в человеческой, но в сокрушенном духе. Это смиренная жизнь. Братья и сестры, если вы хотите Божьей силы, пожалуйста, не лезьте наверх. Лучше склонитесь вниз. Один известный евангелист как-то рассказывал, «Когда я был молодым христианином, я думал, что Бог держит свои дары на полках. Самые лучшие дары находятся на самом верху. За ними нужно тянуться. Но позже я понял, что самые лучшие на самых нижних полках. И мне нужно склониться вниз». Я хотел бы зачитать вам отрывок из первого послания Коринфянам, первой главы 25 стиха. Тут Павел говорит, «Немудрое Божие, премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков». Итак, то, что нашему человеческому разуму кажется глупым или слабым, в эти самые вещи «Господь вкладывает Свою мудрость и силу». И, безусловно, здесь Павел имеет в виду крест, когда он говорит о немудром Божием и немощном Божием. Кто может быть слабее, чем распятый человек? Что более глупо, как позволить своему Сыну быть распятым на глазах углумящейся толпы? Я не знаю, замечали ли вы, что Бог никогда не пытается исправить чье-то впечатление или представление о Себе. «После воскресения Иисус не показывался никому, кроме тех, которые были избраны». Что касается всего мира, то последнее, как они его видели, это его мертвое тело на кресте. И он не пытался как-то изменить их последнее впечатление о себе. «Немудрое Божие — премудрее человеков, немощное Божие — сильнее человеков». Второе послание Тимофею, 2 глава. Я чувствую, что это слово имеет огромное значение для современной церкви и ее лидеров. Итак, это второе послание Тимофею, 2 глава. 11-12 стих. «Верно слово, если мы с ним умерли, то с ним и оживем. Если терпим, то с ним и царствовать будем». Несколько лет назад у меня был цикл проповедей, который назывался «Путь наверх начинается с пути вниз». Чем выше вы хотите подняться, тем ниже придется падать. Иисус говорил, «Всякий, кто превозносит себя, будет унижен, и всякий, кто смиряется, будет вознесен». Во 2 главе послания к филиппийцам, когда Павел говорит об унижении Иисуса до крайней степени, не просто до смерти, но до позорной смерти, на кресте, следующее слово, которое Павел использует сразу после этих размышлений, это «поэтому». Именно поэтому Господь высоко превознес его и дал ему имя, которое превыше всех имен. Поэтому мы знаем, почему Иисус был превознесен. Не потому, что он был любимым сыном, но потому, что он выполнил условия. Я хочу обратиться к вам. Дорогие дети Божии, если вы хотите быть превознесенными, смиритесь. Чем ниже вы опуститесь, тем выше Господь поставит вас. Сегодня я часто встречаю в церкви такое агрессивное самопродвижение, так много личных амбиций. За два или три года я пришел к выводу, что настоящая проблема в церкви сегодня — это проблема в служении и в личных амбициях людей. Я не могу найти отрывок из Писания, подходящий для этого, и затем Господь показал мне, что это была проблема самого сатаны, Люцифера. Он захотел быть равным Богу. Он стал самоутверждаться и был низвержен. Дорогие братья и сестры, каждый, кто ищет самоутверждение, будет низвержен. Сейчас давайте прочитаем о поклонении в Откровении 5 главе 8 стихе. «И когда он взял книгу, то есть Агнец, тогда четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждой гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые и суть молитвы святых». Помните? «Святые, что когда вы молитесь, ваши молитвы приходят, как фимиам Господу». Далее мы читаем и поют новую песнь, говоря, «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан и кровью Своей искупил нас Богу из всякого колена языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками, Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». Итак, поклонение началось в центре с тех, которые были у престола. И далее мы читаем. «Я видел и слышал голос с многих ангелов вокруг престола и животных, и старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч». Тьмы тем, или 10 тысяч, помноженное на 10 тысяч, получается 100 миллионов. Тысячи тысяч вместе составляет 1 миллион. Я не знаю даже, как можно представить себе такую картину, представить, что мы смотрим на миллионы ангелов. Поклонение распространялось от престола на ангелов. Они говорили громким голосом, «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, премудрость и крепость, честь, славу и благословение». Всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, «И все, что в них, слышал я, говорила». Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, слава и держава во веки веков. Итак, хвала распространилась от ангелов на каждое существо во Вселенной. Они все объединились в хвале Богу. Кто знает песню, которая начинается со слов в честь и славы сидящему на престоле и Агнцу его. Каждый раз, когда я слушаю ее, у меня слезы наворачиваются на глаза. Может быть, в конце музыканты нам сыграют ее? Как только вы начинаете ее петь, остановиться уже невозможно. Итак, мы прочитали с вами о престоле. Ранее мы встретились с Иисусом, судьей, и читали его послания к церквям. Мы видели тронный зал Господа, видели поклонения. Если вы отправитесь в будущее без видения, то не думаю, что вы сможете вынести то, что ожидает вас. Я думаю, что крайне важно, чтобы мы смотрели на вещи с правильной позицией. Сейчас мы подходим к шестой главе, и хочу представить вам версию Деррика Принца. Это ваш выбор, верить или нет. Но я верю, что Бог сделал это реальным для меня. Во-первых, мы читаем о четырех всадниках, откровения шестая глава. Я видел, что Агнец снял первую из самопечатей и услышал одно из четырех животных, говорящие как бы громовым голосом. «Иди и смотри». И прямо сейчас я хочу особенно подчеркнуть, что эти всадники спустились с небес. Они не возникли в результате вещей, которые произошли на земле, они сошли на землю «По воле Бога». Я взглянул. И вот конь белый, и на нем всадник, имеющий лук, и дан был ему венец. Здесь речь идет не о королевском венце, а о венце победителя, как в Олимпийских играх, например. И вышел он как победоносный, чтобы победить. Вы можете по-разному относиться к тому, кем является этот белый конь и всадник. Но для меня за годы чтения стало понятно, что это Иисус Христос, который посетил народы по всему миру через Евангелие. Здесь я хотел бы привести одно место из 44-го псалма. Это первые стихи. Этот псалом тоже относится к мессианским псалмам, иными словами, в нем содержится откровение о Мессии. Мы прочитаем только пять первых стихов. Для меня это описание того, кто ехал на белом коне. Он вышел как победоносный, и чтобы победить, он был несокрушимый, то есть на земле не было силы, способной победить его. В псалме мы читаем, «Излилось из сердца моего слово благое. Я говорю, песнь моя о царе, язык мой трость скоропистца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки». Обратите внимание, здесь сказано «посему». есть причины, по которой Бог благословил Иисуса, потому что из его уст излилась благодать. Если вы хотите получить благословение, убедитесь в том, что из ваших уст исходит благодать, припаяшь в себя по бедру мечом твоим, сильной славою твоею и красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши восять на колесницу ради истины и кротости и правды. Это необычный земной полководец, потому что в них нет истины, кротости и правды. Это божественный всадник. и десница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои, народы падут пред тобою. Они в сердце врагов царя. Я думаю, что это стрелы обличения Духа Святого. Они могут пронзать сердца и побуждать людей падать ниц перед ним. А мы вернемся обратно к 6 главе Откровения, где мы читаем о втором коне. И когда он снял вторую печать, я слышал второе животное, говорящее «иди и смотри». Обратите внимание, этот конь тоже сошел с небес. Очень важно, чтобы вы это понимали, потому что иначе у вас будет неверная картина того, что происходит на земле. И вышел другой конь, рыжий, и сидящему на нем дано взять мир с земли, и чтобы убивали друг друга, и дан ему большой меч. Насколько я понимаю, это сказано о межэтнических конфликтах. Что-то было выпущено на землю, в результате чего люди из разных народов ополчились друг против друга. Мы видим это по всему миру сегодня. В Южной Африке, Северной Африке, в Израиле, Югославии, и во многих странах, бывших участниках СССР. Я хочу сказать, что не будет ни одного народа на земле, которого это не коснется. Подумайте, что будет, если этот рыжий конь промчится по Соединенным Штатам, где так много людей самых разных национальностей. Мы видим сейчас лишь небольшое противостояние между афроамериканцами и белым населением. Я уверен, что конфликты будут только усиливаться. Я хочу особенно подчеркнуть, что этот всадник выполняет волю Бога. Это часть суда. Помните, что откровение — это откровение о суде Иисуса. Третий всадник, мы читаем о нем в пятом стихе, когда снял третью печать, я слышал третье животное говорящее «Иди смотри». Я взглянул и вот конь вороной и на нем всадник, имеющий меру в руке своей. И слышал я голос посреди четырех животных, говорящий «Хиникс пшеницы за динарий и три хиникса и чменя за динарий. Елея же и вина не повреждай». Это очень яркая картина «нехватки и недостатка». Динарий это монета, соответствующая дневной оплате рабочего. Итак, рабочий того времени получил бы достаточно денег только лишь для того, чтобы прокормить себя. Также мы читаем «Елея и вина не повреждай». Это мое личное трактование. Елей и вино оставались богатым. И посреди этого недостатка есть те, кто живут в роскоши. По сути, это то, что происходит с миром сейчас. Бедные становятся беднее, а богатые богаче. И за некоторыми удивительными исключениями богатым нет дела до бедных. они заботятся только о самих себе. Они находятся во власти этого духа себелюбия. И мы подходим к четвертому всаднику. Когда он снял четвертую печать, я слышал голос четвертого животного, говорящий «Иди и смотри». Я взглянул, и вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть. «И ад следовал за ним, и дана ему власть над четвертой частью земли, умерщвлять мечом и голодом, и мором, и зверями земными». Это наглядная картина голода и повсеместной смертности. Сказано, что голод коснется четвертой части земли. Мы видим два коня. Всадник на первом — это смерть, а всадник, следующий за ним, это ад. Смерть убивает тела людей, ад умерщвляет их души. И обратите внимание, им была дана власть. Откуда эта власть? От Бога с престола. Когда я размышляю над этими четырьмя всадниками, во мне все больше и больше крепнет одно убеждение. Это послание к Божьему народу. Послание следующее. Белый конь должен оставаться впереди остальных троих коней. Нам следует рассказать этому миру о милости через Евангелие, прежде чем этот страшный суд обрушится на людей. Я могу сказать, что я и Руфь с трепетом ждем, чтобы этот всадник на белом коне прибыл вовремя. Мы имели привилегию видеть его в некоторых местах. Например, когда мы были в Югославии. Перед тем, как там произошли все эти ужасные события. Мы смогли поговорить с людьми. Мои книги были переведены на сербский язык, и они сейчас доступны там. Я рад, что мы не попали туда слишком поздно. В прошлом мае мы были в Москве. У нас была конференция, которую посетили тысячи лидеров церквей. Все они познакомились с нашим служением через мою радиопередачу в России или через мои книги, которые были переведены на русский язык. В конце один опытный уже служитель из России сказал, «Я организовывал много конференций, но это было лучшее из всех». Я думаю, что она случилась очень своевременно, потому что путешествовать становится все дороже, так что люди просто не могут больше приезжать издалека. Некоторые из них шесть дней добирались на поезде, чтобы только попасть на эту конференцию. И хочу сказать, что нигде больше я не видел такого энтузиазма, как в этих молодых русских ребятах. Если вы желаете получить информацию о дальнейших учениях и ресурсах, доступных в нашем служении в Великобритании, свяжитесь с нами и закажите новый гид по ресурсам нашего служения. Позвоните нам или посетите наш сайт www.dpmuk.org Также вы можете написать нам по адресу, который вы видите на экране. Мы вам рады. 6.